Как же иногда хочется прикупить себе игрульку на PS4, она стоит как пятиэтажная квартира в МСК. И что ты будешь делать? А ты зайдёшь на PSN.1 и будешь играть в Heavy Rain за 250, в Ведьмака за 240, может быть даже в Edso Collection, чуваки. Ребят, дёшево, ссылка в описании. Надоело платить безумное Баблинский? Платишь 200 рублей, играешь в The Walking Dead, горе не знаешь, Overwatch 300 рублей, да я сам сейчас, блин, этот Overwatch куплю и буду шпилить на свои PS4 вообще офигенный. Ссылка в описании, ребят, переходите, классный магаз, знаете, вас люблю, хочу, чтобы вы могли поиграть, тоже насладиться играми или переиграть, например, в Metro Redux перед релизом, собственно, нового Metro за копеечки. До скорого, увидимся в видео. Всем привет, люди, что сегодня происходит? Это Евген, да. Давайте наберём тысячу на этом видео, тысячу, вы знаете, кого тысячу, поделитесь этим видео с друзьями ВКонтакте, чтобы они тоже насладились чужим. Сегодня у нас чужой, ребят, вы просили чужого, вы хотели чужого, вы просто прочли мои мысли, ребят, вы лучшие. Или я прочёл ваши мысли, ну, блин, это было очевидно, что мы все хотим чужого. Триборг, но за Триборгом мы тоже поиграем. Чужой Хищник был на втором месте, Триборг и Шунок, вот для меня это самый желанный персонаж, и Танюха, где Танюха, вот Танюха, кстати. У нас разные скины, по-моему, даже есть для некоторых героев, но для чужого, по-моему, нет, чужой он есть чужой. Интересно, вот есть что-то? Нет, нет, у чужого ничего нет, чужой нищий бомж. Давайте, о, он будет против Джейсона драться, я вижу в башьи Джейсона, просто заметил, он там в центре экрана. Ребят, если вы, кстати, новичок, подписывайтесь, чтобы мне пропустить новые видео, я думаю, мы сыграем за чужого, за Хищника, а потом я пройду тренировки, ну, хочу потренироваться, стать лучшим бойцом, чёрт возьми. Кстати, насчёт фаталити, просто многие мне говорили про фаталити, что типа Евген фаталити, да я знаю, что такое фаталити, знаю, просто комбинации у всех персонажей разные, причём у многих персонажей не три фаталити, даже у большинства, например, у меня здесь стоит, я открыл себе сайт, и тут написано, как выполнить целых три фаталити разных за пришельца, за эллина, за чужого. За чужого. Выбрать стиль. Таркотанец. Я даже прочёл, кстати, что тут чужой он особенный, как бы, они нашли яйцо чужого по истории, по сюжету местному, и его нашли таркотанцы, такой народ, и поэтому чужой немножко таркотанец. Трюкач, получает аваморфы, падение трутня, кислотник, получает экзожау, о, кислотная кровь, вот это я обожаю, это классика. Противник Кенши первый. Кенши. Наверное, Кенши. О, этот слепой. Он классный. А помню, как у вас слепили? Мы, по-моему, брызнули чем-то в лицо, когда он был моложе, а теперь он ходит с повязкой. Типа он мастер слепого боя. Ну, как и я. Такие злые мысли, а он читает мысли. Ух ты, чёрт возьми. Но чужой здесь он такой, знаете, не совсем как-то, но более. Постой, а как сделать, чтобы красиво было? О, взмах хвостом. Окей. Чёрт, а типа, как красиво получается только у него. Это не взмах хвостом, это жало. Вот ещё классный приём. Окей, хвостовой захват. Ну-ка. Давай, э, вмашем. Давай, окей, отпрыгнули. Иди сюда. Чёрт, давай рентген сделаем. Чёрт, ну ухомился, ах ты падали. Вы станете добычей чужого. Э, э, тихо, тихо, успокойся. Чё-то возьми. Кеншу вообще злой какой-то сегодня. С утра проснулся. И дико злой. Я всё утро микрофон чинил. Думал, сейчас окей, проснусь. Mortal Kombat, все дела. Чужой, конечно же, побеждает. И да, ребят, здесь есть лёгкие фаталити. Но многим мне говорили, типа, смотри, здесь в списке приёмов всё есть. Нет, ребят, здесь не всё есть. Это если вы не знали. Здесь есть далеко не всё. Есть приёмы, которые нужно узнавать самому. И пока ты их не узнал. Кислотная кровь, кстати, приёмок тоже классный. Воздушная экзожала. Экзожалы. Окей, давайте попробуем ещё приёмчики. Э, а почему сейчас ничего не произошло? Не понял. Э, э, тихо. Чем больше я пытаюсь иметь приём, тем больше я получаю пощаду. Оп, давай, э, 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 кёс, Викенш реально злой какой-то шибак. Что бы я ни делал, он просто бьёт меня, а? Я ничего не могу противостоять им. О, какой он вкусный. Ух-то, вот это красиво сейчас было. О, ха-ха, вот это как классно. Кенш там не осталось ничего. Я просто сожрал его. А потом, фаталити. Э, даун, даун, бэк, э, форвард, а. Нет? Даун, даун, бэк, форвард, а. Чё, это как танцы какие-то. А, это матка! Реально это как танцевальный симулятор какой-то? Да, даун, даун, бэк, форвард, а. Фаталити, мать его, фаталити, сука. Ой, я научился делать. Я не научился делать фаталити. У меня комбинация на втором мониторе, чтобы её сделать, потому что у меня память как у золотого шершня. Я золотой шершень, ребята. Я золотая рыбка, и у меня память 15 минут, окей. Кто следующий? Рептилия? Господи, а он тоже кислотный. Всё чисто, чё-то, ази. Кислотник против кислотника. Ты выглядишь смешанно. Ну, чужой ничего за это. Я думаю, чужому лишь бы скушать. Чужой же он хочет убивать, понимаете? Единственная цель чужого — размножаться и убивать. Ну, как и фильм. Кстати, последний фильм «Чужой завет» не чёток, но мне кажется, могло быть лучше. Как там сделать кислотную кровь, окей понял. О, вот этот приём мне тоже нравится. Как винджайсиси простенький, но эффективный. Плёс тебе подскользнуться, мой друг. Низкий ползун. О, давай ползуна сделай. Сделай ползуна. Это как шептун. Чужой ползун не захочет. Что ты сказал? Вот, чёрт, я рентген прошляпил. Чуваке, опять какое-то дерьмо с рентгеном получилось. Извини. Что ты сказал про мою мать? За королеву и двор стреляю в упор. Кстати, он и называется кислотником. Я не читал, что он относится к кислотнику. Просто у нас это логично. Он относится к кислотнику. А он, получается... Ох ты, чёрт, боже. Я не знаю, что чужого может так легко подвесить за жабры. У него как будто, кстати, реально жабры есть. Не, прям красивый. Чёрт, Аня, почему этот... Почему не в тиле ловки? Ну что ж, кислотнику. Напоминает приём, который использует в Injustice 2 киска. Чита. Или как вы по-русски. Вот пантера, пума, забыл. В общем, она тоже как пузырлей бегает. У вас вообще честный бой сейчас получается. Улучай. Ну чё, у меня не получается уже 10-й раз сделать рентген, потому что эти твари блокируют его. Я злой, и, конечно, я буду злиться. Я чёрт возьми. Я бивень. Мне не дают драться. Э, 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 блог, 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 блог его. Я спрятался. Чё-то этот засранец меня сприжал. Получай по ща. Никто не смеет чужого. Что вообще произошло сейчас? Я тупо вылетел из игры, ребят. Господи, эти компьютерные игры. Вещи что-то с ним летают. Надо клау дальше отодвигать, пока играешь на контроллере. Я просто буду жрать его, пока он не сдохнет. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, сучи Потро. А, да, как финишер хочу сделать? Даун, даун, даун. А, чёрт, не получилось. Ну и вкусно. В принципе. В следующий раз у нас ещё много боев будет. А, простой, это что? Ух ты! Ух, серьёзно? Класс. Я знаю, что здесь есть пасхальная бруталити, которая заставляет чужого родиться в засранце, в враге. Окей, ребята, продолжим нашу боёвочку. Китана. Следующий. Китана, кстати, не счёток. Я знаю, что Китана довольно популярный персонаж в мире МК. Я подумал, что... Знаете, что сделает Mortal Kombat идеальным? Захват движения, который был в Injustice 2. То есть в Injustice 2 они сделали потрясающий захват лицевой анимации и так далее. Там очень всё это круто выглядит. Вот если объединить то, что сейчас на экране, с качеством визуала, который был в Injustice 2, будет идеальная игра. Я думаю, Mortal Kombat 11 именно так и не будет. Вы как думаете, ребята? Я думаю, вот это и будет идеал. Хотя я слышал очень много мнений, что последние два Mortal Kombat, а именно 10 и 9, многие люди их не оценили, особенно фанаты старых игр, что типа вот раньше было лучше. Но мне кажется, просто Mortal Kombat изменился. Нельзя же выпускать одни и те же игры из года в год. Ну и какие-то вещи устревают. Естественно, малины кажется то, что было раньше. В детстве. Хотя я поиграл во многие игры детства в последнее время. Просто взял, скачал и запустил. И знаете, разочаровался. Понял, что в детстве я просто не замечал то, какими они были. Но я не жалею об этом. То есть я не то, что прям начался. Знаете, почему я не начался? В покемонов. Мультик покемонов. Я его в детстве смотрел, обожал его. Жалко, там не всё показывали. Очень много серий было пропущено. И вообще было чуть-чуть всего не так. Но вы знаете. Российская ТВ, всё дела. О, наконец-то рентген. Чёрт возьми, китан. Мне даже жалко. Скорбная. Да, есть почему скорбить. Нехрена я её. Ух ты, чёрт, Вадик. Как после этого вышить можно? Она сейчас просто встает и будет дальше просто творить дичь. Лови. Я, кстати, не понял, клонился там от удара. Я молодец. А, подождай, а как финишер сделать? Ээээ... Бэк, форвард, даун, форвард, икс. Бэк, форвард, даун. Постой, у меня даун почему-то не получалось. Ну чё-то, я долго возился. Я хотел сделать Дедли Хайбрид. Или... Гибрид-убийца. Смертельный гибрид. Но я не успел. К сожалению. Просто сложно, чёрт возьми. Эрон Блэк. Давайте с Эроном Блэком провернём этот приём. Этот... Он меня так бесил. Помните, мы играли, он бесяч. Он стреляет из пистолета просто как мудачила. Мудачё. И понимаете, это, естественно, всё неприятно. Когда Эрон Блэк тебя начинает втирать в свою дичь. Иди сюда, Эрон Блэк. Чёрт возьми. Что пошло не так? Получай ляпас от чужого, ребят. Мне Эрон Блэк... Нераздо за него играть прикольно, но как врагу, мне дико не понравился. Он очень весит. Из-за всех своих способностей, ребят. Просто он очень классный. Для него, блин, для него чужое это вообще ничто. Просто грязь под ногами. Ребят, ведь правда, что в любом пайтинге есть персонажи, против которых одни персонажи дерутся лучше других. То есть, например, против чужого Эрон Блэк может справиться лучше какого-нибудь другого персонажа. Ведь это правда так? Он на Бэйна, кстати, похож чем-то. Так и более худой. Но Бэйн обычно всегда такой, знаете, толстый засранец. Я думаю, нам тоже надо плюнуть ему в лицо. Черт возьми, нихрена. Он на колени, он чужого на колени поставил. Вот же дикий зверь. Давайте сделаем стейдж фаталити. Вот сейчас, сейчас, когда мы добьем Эрон Блэк. Я не сомневаюсь, что я справлюсь. Как-то за чужого играть вообще не сложно. Вот за кожаное лицо я хоть и проигрываю. За чужого, ты вообще, у него имбовые приемы. И урон наносит он дофига. Жалко еще в середине башни. Нельзя менять вид чужого. То есть с кислотником. Что-то, не знаю. Рукопашного кенгуру. Я знаю, спамли один и тем же приемом. Вот, лови. Лови грязь. Даун, даун, даун. А! Просто, почему? Э! Что это было? Что как? Я сейчас должен был быть фаталити. Что это вообще такое? Мортал Коммад. Надо было отойти. Тут написано близко. Клоус. Но, видимо, это было слишком близко. Наверное. Я так думаю. Может быть, стейдж был не то. То есть, арена не то. ХЗ. Не знаю. У! Мы стали дрались на другой локации. Да ладно тебе, нормальные у меня мысли. Я просто убивать хочу. Мне нравится. Мне заходит. Убивать. Чужое все-таки классно. Я, кстати, смотрел все фильмы про чужого. Вообще все. Даже плохие. Я как-то марафон себе устроил. Как марафон по матрице. Я помню, приехал-ка из Испании к родителям ненадолго. Я просто устроил себе вечер марафона по матрице. Убил все фильмы. Смотрел 6 часов подряд. Или даже больше. Я помню, как когда игру презентовали. Там была только вот эта локация на презентации. И показывать им, как в лесу красиво можно подраться. И это было классно. Где-то там дрались. Я помню, Саб-Зиро и Скорпион. Видите, ребят? Евген учатся. Евген начинает драться все красивше и красивше. Ох ты, черт возьми. Невидимый эпидриллиус. Я такой, типа... Облизываю его. Как ящерица. Как змея. Опа, опаньки. Опа, но... Нет, что-то не заходит пока. Любимый прием легенды. Еще один любимый прием Евгена. Брейкер, брейкер. Извините. Это мой любимый прием. Я ничего особо не могу поделать. У меня рефлекс. Творите вы. Ну все, сука. Ну все, сука. Рентген сейчас будет. Он напросился, ребят. Он не хотел продаваться. Я представляю, такого бы чужого на строму, на какой-нибудь, на крипле в госте. Вот бы они занялись там любовью жесткой. Постой, даун, даун, даун. Опа. Постой, получилось? Не понял. Что за прет? Почему я работаю? Или у меня чужой не тот? Я не понимаю, ребят, почему не работает. По идее, должно быть фаталити. ХЗ, почему? Видимо, у нас тут одно может быть фаталити. Видимо, разные фаталити относятся к разному типу чужой. Я не понимаю, ребят, честно. Давайте попробуем снова фаталити Deadly Hybrid. Может быть, получится. Просто от фаталити на арене, три раза вниз. А! Что пошло не так, я не знаю. Я играю, естественно, на которой от Xbox One. А на чем еще играть? На PS4? Ну, видите его, знаешь, это ужасный контроллер. Терпеть его не могу. Как и саму консоль, но... К сожалению, на ней лучше графика и куча кто-то эксклюзив. Но сама консоль с сервисом очень ужасный. Ребят, вы пытаетесь вернуть как-нибудь деньги за игру в PS4. Вы офигеете с того, как вам будет трудно это сделать. Если у вас проблема, вы хотите поговорить с кем-то из всех поддержки. У-у-у-у. Я вам... Я вам не завиду тогда. но в плане графики эксплюзирует конечно что не все хорошо конечно же в инсейн 3 уже сегодня вчера я не знаю когда это видео выйдет просто играли там кстати классный портал у вас я бы тебя в портал туда отправил дайте попробуем господи он блеванул даже давай жирик давай захвист дать урок урок же классный учет он схватил меня за язык наглее получай в рожу в рожу его я не понял в чем он меня бил по моему он пояс да вот она это видимо нужно совсем близко подходить вплотную постойте у него лица нету ему лицо просто превратили в месиво вот это мне нравится ватафак чужой против чужого мне нравится мне мне серьезно мне нравится ребята ух ты черт это белый ни хрена он стрёмный я два в последнюю с ним вообще ребенок это что за гибрид это чужой хищник что-то меня пугает мне кажется этот застой нет лучше нас нет он использует свои клинки вот как ассасина мне кажется это гибрид это чужой ассасин скрид кстати я тут видел слуха оказывается есть какой-то ассасин для фьюти ассасин и фьюти для мобилок известно что если хаткраб на чужого нападет что тогда будет убер чужой надо родиться какая-то супер чужой такой ух ты ну все у него не совсем такая же честь как у людей здесь тучки но конечно голова у него дороговато зачем-то да кто сделал этот рука чая чужой кислотник что это сейчас было я вообще не буду что произошло видео нужно больше спать и сегодня опять потому что общался с друзьями в чате ну ты что это был левый чужой и он вехать на полку на полка это порядок это поверить опять хотя бы не отбиваться проигрываем ребята мы не должны останавливаться не успел отпрыгнуть чуваки зависит кто первый бьет тому удача при получаем моли был прием он тащит меня запись нет чужой бесить уже начинаю сразу против самого себя это вам не орешки кушать к кенгуру удар кенгуру сейчас уже медленно над музыка кача играть трюкач по моему вообще классно ну все чувак сейчас будет рентген давайте уже переломить исход боя в нашу в нашу пользу ох достойте сколько вы финишить будет он меня не понял нет финишера не будет жалко ну конечно же в итоге я победил так что все нормально гору осталось два противника всего лишь гору и шинок если я не ошибаюсь черт гору я помню гору тот что засранец гору меня тоже часто обнял но мне ничего мы отомстим против чужого драться общак я играл я вообще все офигел у меня нет слов у меня очень мало потому что черт я опять не спал но вы знаете хотел лечь в 11 в итоге в чате не зависал потому что я стал больше с друзьями общаться много новых друзей после до этого я вообще не общался с людьми не хотелось я просто не хотел сейчас я как бы только зад не ложишься спать просто нет мне как-то везет с друзьями у меня все друзья лежат спать в 5 утра или вообще не спят больные ублюдки я люблю своих друзей больных ублюдкам я же любят понимаете только друга можно называть больные ублюдки называете незнакомочек с больным ублюдком поздравляем вы худа я всеми думаю а гору окечи из персоны 5 мальчик детектив греем помню школе что-то раунд 2 давай покажи чужой не посрами свою раз хотя у него нет раз тихо городе успокой свою успокой своего города успокой свою маленького горку в штанах бешеный давай 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 чёрт возьми я просто взял и вскрыл чёрт возьми я понимаю бруталити можно сделать когда у тебя когда у противника мигает здоровье красных да до этого состояния еще нужно довести и случайно не убить противника всякое бывает знаете кулу боя ребят и я нет не мы не такое творили давай опа ну давай в машину черты гору просто вернет меч вот так у меня в меня нет слов просто потрясающе такой мир для чужого честно говоря подходит намного больше любая другая локация типа все разори ног это крупный сит с которого походу уже кто-то вылез 1 2 3 елочка гори постой какого хрена почему не было фаталити я не понимаю почему я не понимаю то есть на каких-то определенных аренах можно делать стейдж фаталити или как-то работает комбинация выполнил правильно я не понимаю почему не на каждой арене это все работает или только забить я думаю напишите мне в комментарии что евген сделал неправильно и надо опять дали хайбет попробовать дико сложная назад вперед вниз вперед x причем если это на среднем расстоянии оксиноморф пасап чё у него руки костистые я только сейчас обратил внимание что чувака не руки а кости а это тип он некромат окей это может другая разновидность пока разнообразие мне нравится она не представляет для меня проблем вот что мне нравится все что не представляет для меня проблемы мне нравится или я просто не замечал что у него я не знаю что ты не заходим я просто придать наушники очень крутые как у ему дичь злой побеждает он реально сушенок здесь реально стремный как у него похож на человека а именно скелетик который одел на себя костюмчик хотя он способствует наверное не дурят ну как мне кажется хотя чёрт отец он и дурят рука у него мощная что надрочил накачал руку чёрт отец он провел на меня свое дерьмо давай побойся маня вот он о да раздербанили мы будем голову ему оторвали а здесь у него руки нормальные неверилм вы постарались бы лучше с руками а тут персонажа 80 руками мы узнаем мы знаем этот прием знаете за кого бы я погонял за шинока демона вот за этого засранцы я погонял вообще на десяточку мне кажется нет еще прикольней чем гонять за шинока представляю как было легко озвучивать чужого звуки на мдк писали на компе ну это обычно бывает можно использовать бдсм костюм они обычно такие же звуки издают как они не спрашивайте откуда я знаю ну даже черепа не видно они даже не нарисовали череп что за генератор металли ох кто сейчас будет сосать у меня ба о господи как он ебошит да победа он так радуется я прям радуюсь в глазах чужого в арку чужого глаза для лохов и и и уже в третий раз чужой вырвался из плоти шинока превратив его в кровавое место а затем вернулся в свое гнездо во внешнем мире он продолжает выискивать все потроящие жертвы для того чтобы основать новые улей чужой обнаружил несколько потроящих видов существ и притащил представителей в свое логово когда на свет появилась королевы но были быстро разросли заметно захватив все царство император каталькан попытался спасти внешний мир предприяв отчаянную атаку на главное гнездо чужих сражение было проиграно во внешнем мире воцарились чужие а вы чего ждали думали каталькан затащат каталькан лоханулся мне кажется против так странно каталькан против всех этих чудовищ с dlc джейсона бензопилы и прочих просто берет и проигрывает все время мне даже жалко каталькан он похож на лоха ребята извините если вы любите каталькана но каталькан лошок всем спасибо за просмотр ребята и увидимся мы в следующей серии я думаю вы догадываетесь кто у нас будет я думаю что вы хотите этого засранца так же сильно как я тем не менее пишите кого вы хотите для следующего эпизода всем спасибо за просмотр ребят вы лучшие спс и окончил